Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале «Доступная реабилитация». И сегодня мы возьмем тему, которая достаточно часто мне встречается как в комментариях, так и в целом в обращении от пациентов по поводу нагрузки в травматологии на ранних этапах, дальше в процессе восстановления. И рассмотрим мы эту тему, я думаю, что с трех позиций. Первое – это нагрузка в упражнениях, сколько, как и прочее. Второе – это нагрузка в ходьбе, применительно к травмам нижних конечностей. И третий аспект, о котором бы я хотел поговорить – это нагрузка в плане разработки тугоподвижности и контрактур суставов после травм. То есть вот эти три аспекта, они в основном волнуют пациентов. В основном пациенты в этих аспектах ошибаются при выборе той или иной стороны. И поэтому хотелось бы об этом поговорить, чтобы расставить, как говорится, все точки над «и». Ну, давайте начнем беседовать на эту тему. Итак, первый аспект – это упражнения. Упражнения, причем мы не будем различать нижняя конечность, верхняя конечность. В целом, так как сейчас в основном в массе своей, выполняется в травматологии тот или иной вид металлоустой синтезы. То есть кость, перелом кости, сломанная кость крепится при помощи медицинского металла, будь то эндопротезы, будь то пластины, штифты и так далее, там подобные винты. То есть все, что угодно. Зачем это, почему, даже не зачем, а почему пришли к вот такому решению проблемы перелома костей. Разумеется, все строится на фоне того, чтобы как можно быстрее и как можно менее безболезненно вернуть человека в строй. То есть решить проблему травмы. Поэтому металлоустой синтез пришел на смену гипсом в целом с точки зрения, ну, если можно так сказать, оптимизации и ускорения выздоровления пациента. Поэтому, друзья, вот очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда человека соперировали, поставили сустав, допустим, он говорит, ну все, я не встану. Ну вот здесь я всегда говорю, почему вы не сказали этого раньше, зачем травматологи тратили время и дорогостоящий металл, чтобы вас соперировать. То есть здесь надо четко понимать, если вас, когда вас соперировали, то вы, скажем так, в благодарность врачам должны приложить максимум усилий к своему дальнейшему восстановлению и выздоровлению. Потому что они старались для того, чтобы вы как можно быстрее встали в строй. И тут у нас появляется такой глобальный аспект процесса выздоровления, как реабилитация, то есть упражнения, комплексы упражнений. Значит, опять же, я сейчас немного буду смешивать. Первый аспект — это упражнения, и второй аспект — это вообще общая активность, ходьба и прочее. Смотрите, друзья, значит, разумеется, разумеется, и однозначно и других трактований быть не может, что всегда есть какие-то индивидуальные случаи. То есть люди с сопутствующими заболеваниями, люди в определенном возрасте, в определенном физическом состоянии. Поэтому здесь, ну, однозначно, даже мои рекомендации, они носят общий характер. Они направлены на, скажем так, большую часть пациентов, у которых все-таки более-менее все нормально и с сопуткой, и с ситуацией. Бегал, прыгал, ходил на работу, упал, сломал. Надо восстанавливаться, да, или менять сустав, допустим. Вот. Соответственно, если мы говорим о каких-то сложных случаях, то, разумеется, это индивидуальные программы. Это надо рассматривать конкретную, конкретного пациента, смотреть конкретно его историю заболевания, его сопутствующие заболевания, всю историю предшествующую, там, допустим, замене сустава, и, исходя из этого, уже подбирать именно под данного конкретного пациента реабилитацию. Но мы, я не могу дать такие рекомендации, которые подойдут абсолютно всем. Это невозможно, и это из области фантастики. А, ну, в фантастику не верить нельзя, но все-таки пока такое невозможно. Итак, друзья, значит, о чем я? У нас, допустим, есть пациент в возрасте с небольшим запасом физических сил. И здесь очень часто встает вопрос, нужно и делать упражнения, и ходить. Вот эти два таких начаши весов важных момента. И людям один специалист приходит и говорит, вам надо делать упражнения. Травматолог приходит, который оперировал, и говорит, вам надо ходить. И люди вот здесь попадают в какой-то диссонанс, они не знают, чем заняться. И вот здесь, как правило, я расставляю приоритеты. Смотрите, друзья, допустим, если идет операция на нижнюю конечность, у вас мало сил. И, соответственно, операция на нижнюю конечность сделана для того, чтобы вы как можно быстрее начали опять ходить. Если вы будете тратить все свои силы на упражнения, многие думают, что это действительно самое важное, что только есть. Я, наверное, говорю, крамольные вещи для реабилитологов. Но все-таки. И они, делая эти упражнения, потом лежат. У них нет сил вставать, ходить, двигаться. Друзья, это, я так считаю, в корне неправильно. Здесь надо рассматривать, расставлять приоритеты с какой точки зрения. Вас оперировали, чтобы вы как можно быстрее встали и начали ходить. Если вы не будете ходить, вы не то что не научитесь ходить правильно, вы разучитесь окончательно ходить, и в дальнейшем процесс обучения ходьбе будет более сложным. Поэтому здесь, если мы расставляем приоритеты и смотрим на ваши возможные силы, то в первую очередь вы должны ходить, вы должны нахаживать, вы должны отрабатывать ходьбу, потому что именно ходьба – это тоже упражнение, которое включает практически все мышечные группы. и мышцы ног, и туловище, и нервную систему, и равновесие – все. А вот на то, что у вас уже вот те силы после ходьбы, которые у вас остались, вы можете потратить на упражнения. И никак иначе. Потому что если вы будете делать упражнения, и потом не будете ходить, я видел огромное количество случаев, когда люди так делали, и потом было очень сложно восстановить ходьбу. Это важный момент. Это надо четко понимать. Изначально мы ходим, а вот то, что остается по силам, мы делаем упражнения. Выбираем основные упражнения, которые нам нужны, основные движения, которые у нас не получаются, и их отрабатываем. Вот таким образом. Далее, друзья, теперь по нагрузке в рамках, вообще в принципе, изолированных упражнений. Подъема ног, сгибания ног, сгибания руки в локте, подъем прямой руки вверх. То есть в зависимости от травмы вы ориентируетесь на те или иные движения. Но, друзья, во-первых, ни в коем случае нельзя забывать не про дыхательные упражнения. Это важно. Насыщение крови кислородом, подавляющее большинство пиохимических процессов, которые протекают в нашем организме, они связаны вот таких внешних в плане движений, они связаны с кислородом. А при условии, что достаточно большое количество пациентов в травматологии все-таки преклонного возраста, у которых уже снабжение организма кислородом снижено, а вы еще добавляете физическую нагрузку, которая тратит эти невеликие резервы кислорода, это особенно актуально. Поэтому дыхательные упражнения надо выполнять обязательно. Как бы вам ни казались они смешными, но это важная часть реабилитационного процесса. Далее. Суставы и мышцы, свободные от операционного поля. Допустим, да, вам сделали, поставили эндопротез тазобедренного сустава. И вам кто-то приходит и говорит, надо работать пальчиками ног. Вы говорите, да при чем здесь пальчики ног, где пальчики ног, где мой эндопротез? Надо, друзья. И это имеет под собой физиологическое обоснование. Когда вас соперировали, когда вы лежите, когда вы мало двигаетесь, периферия, а в данном случае стопа и пальцы, а потом чуть выше голень, а потом уже бедро. Там тоненькие сосуды. Там затрудненный отток крови, потому что циркуляция крови у нас в конечностях зависит от работы мышц. Если мышцы не работают, то мы физиологично подотекаем на этой периферии, в этих дальних участках. Поэтому эти упражнения делать нужно. И они, собственно, эти упражнения запускают вообще цикл мышечной работы. Да, вы, грубо говоря, там прокачали свою кровь, отвели лишнюю жидкость, и потом вам легче делать упражнения. Но опять же, друзья, есть исключения. И поэтому все неоднозначно. Я сейчас говорю, выдаю общую информацию. То есть по тем вопросам, которые мне задают пациент. Вот именно так. Итак, друзья, значит, количество раз все задают, мне вопрос, сколько раз делать? Смотрите. Если у меня лежит 20-летний парень, который по, скажем так, молодости лет и какому-нибудь синему делу решил побороться со своим компаньоном на руках и у него отлетела плечевая кость, винтообразный перелом, но так-то он здоровый, крепкий мальчуган, то здесь я ему буду давать большое количество повторений и сложные упражнения. Если это женщина преклонного возраста, там, 80 лет, которые соперировали тазобедренный сустав, причем, может быть, даже соперировали планово, а не экстренно, то здесь, разумеется, я буду исходить из ее возраста и ее физических возможностей. Поэтому однозначного количества повторений нельзя назвать цифру, вот именно цифру, 25, допустим, да? Ну, кто-то может и 50 сделать, а кто-то и 5 раз с трудом потянет. Итак, смотрите, друзья, надо четко понимать логику процесса. Мы с вами занимаемся реабилитацией, то есть восстановлением. Мы не готовимся в сборную по какому-то виду спорта. Мы это у нас не тренировка спортивная, поэтому вы не должны себя истязать. Вы должны понимать четко, что ваша задача сохранить или восстановить тонус мышцы и сократимость мышцы до того уровня, чтобы она могла сделать то движение, которое у вас было до травмы. То есть, если вы до этого не были великим спортсменом, спринтером в беге или марафонцем, вам не надо огромную мышечную выносливость. поэтому здесь смотрите, если вы делаете допустим пять повторений в полной амплитуде движений ногой, рукой, неважно, а на шестой у вас уже получается неполная амплитуда, вам не хватает сил, чтобы выполнить правильно это упражнение в полной амплитуде, то оно вам и не надо нести за эти себя. Тут важно увеличение, плановое увеличение количества повторений. Вы можете начать с двух повторений и делать пять дней по два раза каждое упражнение. Спустя неделю вы понимаете, что вам легко делать эти два раза, вы добавляете еще по одному разу в каждое упражнение. И вот вы уже делаете три раза, потом четыре, пять и так далее. Это важный момент. Опять же, вернусь вот уже к спортсменам. Друзья, самая тяжелая категория, причем я как бы являюсь сам в прошлом спортсменом и прекрасно этих людей понимаю, но для нас, для врачей, для реабилитологов это просто катастрофа. Люди чувствуют в себе силу, они всю жизнь бегали, прыгали, скакали, там тягали штанги или еще что-то делают. А тут у них поломалась нога или рука, но сила-то в них осталась и они хотят эту свою руку несчастную также включить вот в этот общий свой тонус. Друзья, коллеги, спортсмены, вы сейчас находитесь в роли пациента и, пожалуйста, пока это все не срастется и пока вам врач, ваш травматолог и ваш реабилитолог не скажет ну все, вы здоровы, вы не пытаетесь идти к каким-то великим спортивным достижениям вот этой травмированной конечности. Не надо. Здесь все плавненько, аккуратно и с максимальной эффективностью, но с учетом вашей травмы. То есть, когда мы работаем над травмированной конечности, то пожалуйста слушайте специалистов, слушайте врачей. Итак, друзья, с нагрузкой вот в упражнениях мы разобрались опять же сейчас, наверное, скажу какую-то вещь, с которой часто люди сталкиваются. Поставили эндопротез, дали методичку с упражнением. То же самое, что и с моим каналом, с моими рекомендациями. Методичка это общее что-то и не факт, у меня некоторые пациенты на второй день после операции пытаются выполнить все упражнения, которые написаны в методичке, причем часть упражнений там стоя, они еще не вставали и они лежат и сокрушаются. Вот мне уже надо делать эти упражнения. Не надо, друзья. То есть, это разбито по этапам, это на весь срок вашего восстановления. На ранних этапах, когда вас соперировали и дали вам методичку, вы делаете те упражнения, которые у вас получаются и которые соответствуют вашему режиму сейчас. Если у вас постельные режимы, вы лежите, вам доктор сказал три дня лежать, допустим, гипотетически, то значит упражнения стоя и сидя не для вас. Когда вы сядете, когда доктор разрешит, упражнения и сидя вы начнете делать. Когда вы встанете, вы можете перейти к упражнениям стоя и то, если вам позволяет ваше состояние общее и состояние оперированной конечности. Поэтому, друзья, все должно быть в меру и идти параллельно со здравым смыслом. Если вам нельзя стоять, то упражнения стоя вы не делаете. Методички общей рекомендации. Далее, друзья, смотрите, очень четко надо понимать, что у нас не так много движений, которые совершают наши конечности. Вот истинных движений прямых, допустим, давайте я не знаю, возьмем локоть. Ну, локоть. В локте у нас два направления движений. Сгибание, разгибание это одно направление и пронация супинация это другое направление. Все. Вот круговые движения в локте это уже ну, скажем так, интерпретация на тему этих двух направлений. Понимаете? Круговые движения, ну, истинные круговые движения могут быть в шарообразном суставе, такой как плечо. Шар может делать круги. Ну, грубо говоря, так если с анатомической точки зрения смотреть. Поэтому, друзья, есть, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда некоторые реабилитологи путают себя с фитнес-инструкторами и дают какие-то, ну, извините за выражение, там, забубенные, сложные упражнения, которые даются в фитнес-программах. Ну, я считаю, что это не нужно. Сейчас, на данном этапе, нужно восстановить, на этапе выздоровления нужно восстановить основные заложенные нам природой движения. И не надо усложнять этот процесс. Поэтому основные направления, основные движения, вот то, что у вас может сделать, допустим, здоровая нога, то и вы пробуете делать оперированной ногой. То же самое с рукой, да? Если у вас, допустим, травму плеча и вас соперировали, то эталон движений это ваша здоровая конечность, да? Вы должны уметь на полную амплитуду поднимать руку вперед, поднимать руку вверх через сторону, да? Покрутить плечом прямой рукой в этом положении, в этом положении, отвести руку назад. Это вот те движения, которые нам заложены природой, поэтому их и надо восстанавливать. Когда вы поправитесь, когда ваша кость растется, на здоровье вам любые фантазии желаемые позволены, лишь бы вы больше не травмировались. Далее, друзья, с упражнениями я думаю разобрались. Далее ходьба. Ходьба это важный момент, который очень часто приводит людей к не очень хорошим результатом, результатом, последствием и прочим. Смотрите, то же самое, что и с огромным количеством повторений, то же самое с ходьбой. Особенно на ранних этапах. Эндопротезирование, штифты, то есть те ситуации, когда на ногу можно приступать. Приступать. Вот, я не говорю про голень, как правило, при голени нельзя наступать на ногу достаточно продолжительное время, вы прыгаете на костылях или на ходунках с подвешенной ногой. Бедро все проще. Поставили эндопротез и уже сразу можно давать какую-то небольшую нагрузку на конечность индивидуально у каждого свои проценты по нагрузке. Но люди думают, что больше значит лучше. И что происходит? человек встал и пошел. И потом во второй половине дня говорит, вы представляете, я на третий день после операции уже прошел пять кругов по отделению. Я говорю, ну, поздравляю, дай бог, завтра получится встать. На следующий день прихожу, человек лежит пластом. Нога отекла, чувствует себя плохо, все болит и прочее. Поймите, друзья, вы сталкиваетесь с неспецифической уже для вас нагрузкой после операции. Причем не только неспецифической в плане ходьбы вам нельзя какую-то часть нагрузки выкладывать на оперированную ногу. Вы еще в обычной ходьбе у вас нет в руках ни костылей, ни ходунков, вы на них не опираетесь, вы просто ходите своими ногами. А когда вас соперировали и вы попытались навернуть пять кругов по отделению, то вы каждый шаг здоровой ногой, вы больной ногой шагнули и чтобы ее разгрузить вы уперлись на ходунки или костыли. У вас работают руки, работают плечи, работает спина. Поэтому если вы переходите, перегрузитесь, у вас отстегнется не только оперированная нога, но у вас идет повышенная нагрузка при ходьбе на здоровую конечность, потому что не догружаете оперированную, у вас идет неспецифическая нагрузка на руки, плечи, спину, грудь и прочее, и у вас заболит все. И вы вместо того, чтобы на следующий день дальше отрабатывать ходьбу, вы будете лежать и восстанавливаться охоть и ахоть. Еще там это сопровождается и отеком, у кого-то может прыгнуть температура, организм может среагировать по-разному. Поэтому, друзья, здесь принцип не больше значит лучше, а вдумайтесь, чаще значит лучше. То есть, вы должны привести себя в вертикальное положение и пройти очень комфортное небольшое расстояние, но много раз за день с отдыхом. То есть, если мы говорим сразу после операции в пределах, допустим, отделения травматологии. Первые дни вы встали и делаете круг по отделению. Ой, простите, по отделению, по палате. Делаете круг по палате, садитесь, дальше ложитесь, отдыхаете, через час еще встаете, делаете круг по палате. Опять садитесь, ложитесь, отдыхайте. Можно покушать сидя. Да, это тоже нагрузка. Сходить в туалет. То есть, вот эта частая вертикализация, во-первых, тренирует ваши сосуды. У вас снижается опасность артестатических коллапсов, то есть, головокружения и потери равновесия из-за оттока крови при вертикальном положении в ноги и, соответственно, кислородного голодания мозга. Вы тренируете сосуды, у вас нормально перераспределяется кровь. Один, два дня. Вы понимаете, что да, вы освоили уже это пространство, вообще совершенно спокойно ходите, и вы можете уже выйти в коридор, то есть, увеличить свое расстояние, походить столько же раз, сколько вы ходили до этого, и на следующее утро здесь, самое главное, оценить ваше состояние. если вы проснулись бодрый, здоровый, ну, настолько, насколько это можно сказать в больнице после операции, и на следующий день пошли, и вам легко, нормально, и вы понимаете, что вы даже можете прибавить еще чуть-чуть, то вы чуть-чуть прибавляете, и на следующий день опять смотрите свое состояние. Если вы, походив по палате, увеличили расстояние, походили день, а на следующее утро у вас там болит, здесь болит, руки напряжены, нога подотекла, то значит, вы слишком поверили в себя, и увеличили расстояние неадекватно состоянию своего организма. Поэтому надо найти золотую середину между тем, что вы отработали, и тем, что привело к этим неприятным ощущениям. Поэтому мы отшагиваем назад и ходим чуть меньшее расстояние и привыкаем к нему. Это в плане ходьбы. Друзья, сразу хочу сказать по поводу особенно эндопротезирования коленного сустава. Друзья, ходить нужно. Коленные эндопротезы любят ходьбу. Поэтому нахаживайте, 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 у вас лучше будет работать коленный сустав, у вас быстрее уйдут отеки, и вообще процесс реабилитации станет легче. Коленный сустав надо с ранних этапов начинать гнуть и начинать ходить. Опять же, если нет каких-то индивидуальных рекомендаций для лечащего врача. Вот прям буду много раз повторять, чтобы комментарии прилетали у меня не обвиняющие, а то вот вы сказали, а я не могу. Ну, откуда же я знаю, что вы можете, а что не можете? Я вас, извините, в глаза не видел, поэтому вам, возможно, требуются какие-то индивидуальные программы. А большинству подойдут те рекомендации, которые я даю. Далее, друзья, далее, друзья, с упражнениями разобрались, с ходьбой, я надеюсь, все более-менее понятно. Теперь обратимся к разработкам тугоподвижности, причем они могут быть совершенно разного генеза, долгая фиксация в ортезе, допустим, оперировали надколенник, убрали ногу в тутор в прямое положение, через какое-то время надколенник сросся, тутор сняли, нога не гнется. Или, опять же, соперировали наш пресловутый коленный сустав, поставили эндопротез, тоже контрактура, сразу нога не гнется. Все что угодно, плечо соперировали, тоже вопрос сразу двигаться не будет. Смотрите, друзья, здесь, чуть-чуть вернусь, опять же, на ранних этапах после операции мы и на ранних этапах и далее мы обязательно работаем суставами свободными от операции. Допустим, вам соперировали плечо, рука на повязке, у вас стоит пластина, допустим, которая фиксирует плечевую кость, но пальцы, лучезапясный сустав и локтевой сустав у вас не участвовали в этом патологическом процессе, поэтому даже если вам запрещает доктор-лечащий шевелить плечом, это не говорит о том, что вы не должны шевелить пальцами, шевелить в лучезапясном суставе, шевелить в локтевом суставе в тех рамках, в которых допустимо, то есть если вы стоите, вам запрещено отвисание по области установки металлоконструкции весом руки и у вас рука на повязке, то вы можете шевелить в рамках повязки, да, у вас здесь повязка, она держит вашу плечевую кость, вы можете сгибать и разгибать руку в локте, но в то же время вы можете лечь, положить руку на поверхность кровати в горизонтальном положении, как только вы заняли горизонтальное положение и положили плечо на кровать, у вас нет отвисания под весом руки, вы можете снять повязку и работать в полной амплитуде в локтевом суставе лежа, можете, можете, вам это доктор не запрещал, когда вам разрешают работать с плечом, допустим, ну вот я сейчас говорю про плечо, то да, мы начинаем работать пассивно, сейчас объясню почему, вот в этих направлениях, неважно, плечо, колено, бедро, голеностоп, все что угодно, теперь давайте по болевым ощущениям, по болевым ощущениям, очень часто мне задают этот вопрос, до какой, до каких, до какой уровня боли можно тянуть контрактуру, друзья, ну смотрите, вопрос, на который однозначно ответить сложно, во-первых, у всех разный болевой порог, кому-то чуть-чуть больно делаешь, он уже глазки закатывает, кто-то стиснув зубы, будет терпеть, не произнеся ни звука, поэтому здесь, если вы сами себя разрабатываете, то надо четко понимать, что без боли вообще положительная динамика при разработке невозможна, потому что вообще процесс разработки это процесс растяжения связок мышц, спайк каких-то, все то же самое, что учиться садиться на шпагат, если вы не разводите ноги до болевых ощущений, связки не растянутся, то есть они будут работать в комфортной амплитуде, поэтому, друзья, болевые ощущения должны быть, если мы говорим о ранних сроках, ранних сроках, вот здесь меня, наверное, со мной не всегда, в большинстве своем не согласятся непосредственно травматологи, но я не травматолог, я реабилитолог, мне с этим приходится возиться уже после их прекрасной работы. Многие утверждают, больно, терпите, работайте, да, но, друзья, через сильную боль разработка на ранних этапах не совсем хороша, потому потому что и так после операционный отек связки мышцы кость все травмировано, а тут вы еще на это на все накладываете достаточно агрессивные действия, поэтому, друзья, на ранних этапах после операции вы работаете до появления болевых ощущений плюс сантиметр в лучшем случае, то есть, допустим, да, соперировали плечо, подсовываем здоровую руку под больную, под повязку, поднимаем руку расслабленную, заболела, и вот здесь еще сантиметр, и обратно, и вот потихоньку, 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 таким образом мы наращиваем амплитуду. Очень важно, вот здесь, опять же, я целиком и полностью всегда согласен с травматологами. Чем раньше начинается разработка, если это возможно, тем легче вам будет и быстрее вы разработаете свою конечность. Но не всегда это возможно, не всегда. Как я приводил пример с надколенником, там жесткая фиксация, достаточно длительное время. Поэтому, друзья, давайте вот так. Если у вас посмотрели снимки и сказали, что у вас уже все срослось, все хорошо и нужно разрабатывать, то здесь, да, нужно тянуть через такие основательные болевые ощущения. Если вы на раннем этапе после операции и у вас есть возможность увеличивать подвижность в оперированном сегменте, то, соответственно, мы работаем до появления боли плюс один сантиметр. А далее по мере срастания места перелома можно увеличивать уже интенсивность разработки и повышать болевые ощущения. Друзья, сразу могу сказать, что, например, когда разрабатывает вас специалист, это, как правило, больно. Потому что мы отталкиваемся. Ну, во-первых, мы понимаем, насколько можно гнуть конечность. Мы знаем сроки восстановительного периода, мы видели снимки, мы точно знаем, что с костью, мы понимаем конституцию человека, его возраст, его сопутствующие заболевания, и мы уже, взвешивая все вот эти параметры, уже даем ту или иную нагрузку. Но я прекрасно понимаю, я сам очень часто ломался в свое время, у меня много переломов, и я вот здесь я могу, друзья, сказать, что я целиком, полностью, на все 100% побывал в вашей шкуре, у меня много операций по травматологии, и поэтому я точно понимаю, что далеко не все могут себе сделать больно. Это первый момент. Второй момент, по мере увеличения боли идет автоматическое напряжение мышц, потому что болит носковый, и по мере напряжения мышц затрудняется движение и увеличивается боль. Поэтому вот этот замкнутый круг фактически может разорвать два варианта. Первое, это если вы, конечно, научились концентрироваться, расслабляться, какие-то дыхательные техники применять, чтобы даже через боль расслабить мышцы и продвинуться дальше. Либо это работа посторонних рук, желательно, чтобы эти руки были все-таки с медицинским образованием и понимали, что они делают. Вот здесь вам проще, вы можете абстрагироваться, попытаться от этой боли, где-то расслабиться, где-то выдохнуть, а другой человек уже будет вам разрабатывать тугоподвижность. Здесь проще этот момент. Значит, друзья, четко надо понимать, что сначала мы восстанавливаем скажем так пассивную амплитуду движений. Некоторые пытаются пытаются имея ограничение амплитуды движений вот в рамках вот этого ограничения закачивать, берут гантели и начинают закачивать мышцу. Смотрите, друзья, чем сильнее у вас мышца, тем она больше в сечении, тем толще у нее связка и тем сложнее вам ее в дальнейшем разработать. Поэтому сначала мы восстанавливаем полную пассивную амплитуду движений. То есть вы можете, если вам оперировали плечо, вы можете своей здоровой рукой взять больную руку и поднять вверх, допустим, да, или отвести в сторону. Вот здесь, да, у вас полная амплитуда, здесь вы начинаете закачивать мышцы. Вот именно такая последовательность. Опять же, если вы, ну давайте, плечо проще как бы к пониманию, если вы пытаетесь поднять руку активно сами за счет своих мышц, дальше вам больно, и вы начинаете дальше пытаться ее протянуть, то я вас уверяю, в 99% случаев. Если вы то же самое сделаете на расслабленной руке, мышцы расслаблены, и вы здоровой рукой поднимаете свою оперированную конечность, то однозначно амплитуда движений будет выше, потому что мышцы не сопротивляются, потому что тут надо понимать физиологию процесса. Когда мышца напрягается, что такое напряжение мышцы? Это ее сокращение, сжимание, укорочение. А вы пытаетесь на ее напряжение, сжимание и укорочение ее растянуть. Нелогично. Поэтому сначала мы расслабленную мышцу, которая свободна, которая легко тянется, мы ее пытаемся растянуть выше тех возможностей, которые у нее на данный момент есть. А когда уже все растянули, когда у нас пассивно ограничений, нету подвижения, то здесь мы начинаем это уже все закачивать. Вот таким образом. Вот, друзья, то есть мне кажется, я сейчас осветил все аспекты по прогнозированию нагрузки в травматологии. Еще раз повторюсь, я не исключаю индивидуальных случаев, я не исключаю каких-то сопутствующих заболеваний, врожденных заболеваний и прочего. Эти вопросы, как правило, решаются индивидуально, в индивидуальном составлении программы реабилитации конкретным специалистам, реабилитологам под конкретного пациента с изучением всех аспектов его жизнедеятельности до операции и сопутствующих заболеваний, процесса восстановления первых этапов восстановления после операции и так далее. То есть это все должны учитывать специалисты и составлять вам индивидуальную программу. Если же у вас нет индивидуальных рекомендаций и общая программа восстановления, то сегодня я до вас донес эту информацию, при помощи которой вы будете равномерно, вот это важно, равномерно восстанавливаться, небыстрое прямое движение, как правило, всегда приводит к более быстрому результату, чем рваный темп по извилистой дорожке. То есть если вы каждый день тянете не спеша, вы всегда добьетесь большего результата, чем вы дернули один день связку, она отекла, боль, воспаление, возможно, температура, и вы на сколько-то дней выпали из процесса реабилитации. Поэтому, друзья, пожалуйста, пользуйтесь рекомендациями, если какие-то вопросы остались, пишите в комментарии, их задавайте. Попрошу, друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и в Телеграме. Называются они доступная реабилитация. Отмечайте это видео, потому что у людей это животрепещущие вопросы, и когда вы отмечаете это видео, оно больше распространяется, и больше пациентов могут получить ответы на эти вопросы. Ну и если вы еще не подписались на этот канал, пожалуйста, подписывайтесь, у нас регулярно выходит видео, и вся необходимая информация реабилитация на ней на этом канале есть, или будет в дальнейшем, исходя из ваших комментариев и ваших вопросов. Друзья, еще раз, все продолжают спрашивать, как со мной связаться. Все мои данные для связи в описании каждому видео. То есть, если кому-то нужно записаться на онлайн консультацию, на фактическую консультацию у нас в клинике или с выездом на дом к пациенту, или с выездом в другой город, пожалуйста, все мои данные, включая сайт, где можно почитать, как мы работаем, в описании к каждому видео. В конце видео всегда также заставочка с нашими данными, по которым с нами можно связаться. Поэтому, пожалуйста, мы секреты из этого никакого не делаем. это наша работа, и мы с удовольствием помогаем всем пациентам, которые к нам обращаются. Все, друзья, на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующих видео, на следующих темах по реабилитации. Всего вам доброго и будьте здоровы! субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»